Девушки отдыхают Кристальную тишину на этом предприятии нарушают вот эти звуки Вот так тут в три счета собирают платы Они послужат основой для будущих домофонов Скорость сборки просто фантастическая 600 элементов на этой стороне Он устанавливают где-то меньше, чем за 2 минуты При том, что здесь очень большая база корпусов идет Все изменилось после того, как предприятие приняло участие в национальном проекте По повышению производительности труда Руководство начало с модернизации техники Специалисты Федерального центра компетенции Помогли грамотно наладить работу на новом оборудовании Сотрудники стали меньше отвлекаться на исправлении погрешности А больше сосредоточились на усовершенствовании результатов Из-за полностью написанной программы, которая присутствует Здесь стопроцентная уверенность в том, что элемент будет стоять на своем месте Не будет человеческих факторов, не будет человеческих ошибок Здесь будет стопроцентная качественная сборка Следующий шаг – оптимизация рабочего пространства Было решено, пусть лучше время, которое сотрудник мог бы потратить на поиск инструментов Он потратит на выполнение своей работы Рабочее место сотрудников этого предприятия напоминает рабочее место школьника Который теперь решил учиться на одни только пятерки Если раньше на этом столе инструменты лежали как придется То теперь каждому инструменту свое место Такой порядок и дисциплинирует сотрудника, и процесс идет быстрее И работу его теперь оценивают только на одни твердые пятерки Перестроиться предприятию помогал Федеральный центр компетенции Компания оказалась учеником способным Всего за год производительность тут увеличилась, а значит и продаж стала больше В итоге от наставника им отличная оценка Мы достигли действительно очень хороших результатов в процессе Повышение производительности труда на 30% Сокращение времени протекания процесса на 30% Но самое главное, что предприятие буквально заразилось В хорошем смысле этого слова процессами изменений И открывает новые оптимизационные проекты Внедрение этого березливого производства как раз и дает тот эффект Когда вроде бы в одно и то же время на том же рабочем месте Можно делать больше, лучше, качественней, с меньшими затратами И это здорово Предприятия края тоже могут заработать по-новому Для этого нужно стать участником национального проекта И зарегистрироваться на сайте производительность.рф Подать заявку и пройти соответствующие процедуры конкурсные Кроме того, для того, чтобы участвовать в национальном проекте Необходимо получить консультацию в Фонде содействия И инновационному развитию Старопольского края По телефону в Фонде содействия в городе Ставрополье 23-99-09 или на сайте фонда Экономно, но эффективно поработали Джеймили Ипрагимова и Олег Байкулов Ставропольское телевидение Не количество, а качество Вот основное правило, которым руководствуется Лида При введении тепличного хозяйства Хотя и с тем, и другим у нее полный порядок Заниматься выращиванием клубники женщина начала несколько месяцев назад Получив грант в местном минсельхозе 300 тысяч рублей Она обустроила теплицу Помог ей сын Выбор пал на сорт Виктория У нее и урожайность высокая, и вкусовые качества отменные Здесь две тысячи корней я посадила Я начала две недели уже тому назад продавать До сих пор 20 тысяч уже На 20 тысяч я продала А я думаю, еще много клубники еще есть Думаю, надо тысячи сто пятьдесят Клубнику можно выращивать круглый год Но зимой более затратно Так как много денег уходит на обогрев теплицы Кстати, отопление здесь индивидуальное По всему периметру стоят тяжелые батареи Работа здесь не прекращается ни на минуту В процессе в основном занята сама Лида Но и маленькие внуки Алихан и Артур Не прочь помочь бабушке Прежде чем строить теплицы Лида советует любую культуру попробовать и изучить Она сама ранее занималась выращиванием овощей на открытом грунте Получалась переменным успехом Надо чувствовать и понимать землю и растения, говорит Лида Надо удобрение положить в воду Надо через капельное решение И опрыскивать надо И чтобы чисто было Каждый куст вот так очищаем от травы Чтобы травы не было Все надо от души сделать, чтобы помогать Много урожая, чтобы было Надо любить, трудолюбивым надо быть Отлажен и механизм сбыта продукции Продают ее в основном оптовым покупателям и соседям За местной клубника приезжают даже из близлежащих сел Сейчас у Лида в хозяйстве только одна небольшая теплица С которой она справляется без посторонней помощи В будущем планирует расширить бизнес, построив еще одну Моет Катаев Мартин Хацуков Новости дня А здесь портрет, который я назвала время Это именно время, герой почти всех ее портретов Такая военная история в реальности Потому что писать картины ветеранов Александра Тарасова Начинала еще с личной встречи Может быть поэтому на полотне все в точности И блеск памятных медалей И задумчивый взгляд Нины Бугримовой Сложно поверить, но эта скромная женщина в Косынке Участвовала в освобождении Ставрополя в 43-м Общение с этим человеком, оно удивительное Когда ты видишь эту историю в реальности Показала мне свою девичью фотографию Которая подписана ее рукой День нашей побега над фашистской Германией Вместо тягостных будней в четырех стенах Вдумчивое творчество Когда не отвлекаешься на дела и разъезды Прямо на подоконнике и кисти и тюбики с краской В перерывах чай и любимая кошка Яшма В дни самоизоляции Саша дописывает портрет Ивана Богданова Связист, старший сержант, герой Великой Отечественной На днях ему исполнилось 95 Ставим подпись и портрет готов Эти сюжеты, говорит, не получается не пропускать через себя Потому что они еще и про детство Сашиной мамы Женщина родилась как раз во время войны И жанровый трипсих тоже написан в память об этом Время скоротечно И после каждого из нас останется память Память о тех поступках, событиях нашей жизни И вот после этих великих людей осталась наша жизнь Мы продолжение А продолжать свое творчество Александре Тарасовой Пока что придется на балконе в компании хвостатой помощницы Когда самоизоляция закончится Саша обязательно покажет свои новые работы ставропольцам Просто она уверена Всему свое время В оттенки военных историй Всматривалась Александра Слободская Ставропольское телевидение Редактор субтитров А.Семкин